всем привет с вами снова александр и сегодня я вам расскажу о коляске от компании спира эта модель называется next сегодня мы рассмотрим ее в варианте манхэттен о других вариантах я вам в дальнейшем тоже расскажу сделаю обзоры но сегодня изучим именно эту версию и сразу скажу вам честно мне очень понравилась эта коляска поэтому я немножко не буду рассказывать взглядом человека человека которому вещь очень нравится ну естественно минусах мы тоже не забудем куда без них идеальных колясок пока я не встречал вот так что приступим комплектацию 2 в 1 с вами рассмотрим изучать начнем с люлечки и вы в любом случае будете пользоваться 1 и дальше уже поставим прогулочку и поговорим о комплектации ну и подытожим так смотрите что из себя представляет у нас люлька во-первых о тканях в двух словах о тканях ткани здесь действительно классный давайте я вам сейчас покажу их поближе смотрите ткань здесь очень тактильно приятная мягенькая смотрите здесь на магнитика все прям четко аккуратненько у нас очень классный материал внутри используется для ребеночка матрасик мягенький сами ткани они тактильно повторюсь очень приятные швы ровненькие все красивенько ручка из-за к кожи ну собственно по качеству изготовления здесь реально все очень здорово сама люлька здесь для тех кто любит из к кожи да но здесь пластика пластика как кожа ткань поэтому вот что касается комбинации ткани и качество изготовления в целом здесь просто все шикарно ладно продолжим изучать ткани посмотрели действительно материалы приятный выглядит приятно выглядит дорого ощущается очень классно все но смотрите что касается люльки люлька классического размера точной характеристики и размеры в описании по ссылке на сайт первая коляска там характеристиках справа и столбец там все написано так мы с вами изучаем просто как есть без цифры так смотрите козырек у нас можно увеличить для тех кому надо можно на зиму это все увеличить здесь у нас есть смотровое кошечка скажем так и то что это смотровое кошечка а вентиляция летом будет актуально козырек кстати весь с защитой от ультрафиолетовых лучей поэтому и летом то и зимой еще солнце иногда но радует нас все таки вот бесполезным не будет вот собственно что касается козырька мы с вами разобрались секцию закрываем обратно у нас накрывается ребенок здесь закрывается точнее говоря накидочкой которая крепится на замочек вот таким образом сама люлька у нас повторюсь большая вместительная широкая реально широченная люлечка дно у нас полностью с вентиляцией это очень здорово закрываем и что мне еще очень нравится вот этот бортик он полностью видите он на магнитиках раз никаких липучек кнопочек ничего нет все очень просто плюс на зиму у нас ветрено все прекрасно знаем можно вот таким образом поднимать бортик и закрывать его все подняли закрыли не дует нам туда все отлично здесь кстати есть сверху маленький кармашек для мелочевки какой-нибудь можно упаковать так по люльке давайте я вам покажу как она снимается снимается на тоже очень просто одной кнопочкой вот вентилируемое дно и еще смотрите здесь есть интересная фишка для тех людей есть такая категория людей которые приходят магазин трясут во всю коляску и что люлька болтается это же не но не цельный механизм по-любому есть люфты но для особых таких вот экземпляров назовем их так есть вот такой фиксатор смотрите сейчас поставлю зафиксирую вот здесь у нас получается распорка и люлька стоит как вкопанная пожалуйста вопрос решет для тех кому это очень очень нужно было так люлечку убираем красивая же правда так теперь давайте посмотрим с вами на прогулочный блок а потом изучим с вами раму напомню прогулочный блок он реверсивный и по ходу движения и против хода движения устанавливается я поставлю его по ходу чтобы вам было видно он большой он действительно большой просторный он достаточно мягенький подножечко здесь эко кожи чтобы было легко ухаживать в эко кожи в коричневый у нас и бампер давайте проверим бампер у нас как калиточка откидывается откидывается это большой плюс на самом деле мягкие накладочки на плечевой зоне на паховой зоне пятиточечный ремень все четко такая вот есть подушечка в изголовье смотрите что еще хорошо когда ребенок сидит здесь не 90 градусов но близко к этому поэтому сильно спинка не заваленным так козырек что если у нас представляет это у нас стандартное положение есть смотровое окошко на магнитах можно расширить вот так в принципе достаточно большой получается козырек попробуем опустить ребенка полежать вот так вот здесь сколько в градусах у нас получается 170 градусов мы лежим сидим 95 вот я играл 90 градусов нету него 105 вот максимальный вес ребенка кстати коляска выдерживает 15 килограмм чтобы имели в виду и ширина колесной базы тоже 60 поэтому стандартный лифт везде заедет так давайте я вам покажу заднюю стеночку пока уберу сумочку посмотрите здесь у нас есть большой большой кармашек он действительно во всю стеночку дальше можно в обратную сторону вот эти два замочка раскрыть и у нас здесь будет вентиляция если нужно поэтому видите функционально везде функциональный везде побочный блок так ну собственно по блоку добавить больше нечего материал естественно те же что мне еще нравится здесь где сидит ребенок на спинке на сиденье сетчатый материал чтобы дышала летом и ребенок меньше прил в этом плане все огонь так смотрите давайте теперь я уберу прогулочный блок и изучим с вами раму что из себя представляет рама так рама у нас здесь действительно достойно внимания смотрите очень приличная амортизация с очень большим ходом спереди чуть меньше но спереди всегда меньше колеса с возможностью блокировки естественно так смотрите что касается ручки ручка у нас здесь регулируется быть достаточно большом диапазоне поэтому под любой рост можно будет подобрать высоту ручки комплект кстати входит вот такой дождевичок дождевички кстати тоже входит и на прогулку и на люльку и вот этот подстаканник и кстати еще на счет чуть позже покажу еще интересный момент есть в комплектации так дальше у нас здесь багажник который имеет возможность у нас закрываться он действительно здоровенный хоть арбуз туда нужно упаковать в этом плане все хорошо так тормоз у нас классный оба раза сверху сейчас это уберу видно вам так видите не нужно ковырять обувью портите и и так смотрите как у нас складывается рама вот так сейчас делаем все вот таким способом у нас складывается рама компактненько компактненько для такой крупной колясочки это очень компактно складывается рама на самом деле так давайте я поставлю снова блок и покажу вам еще классную комплектную накидку на ножки ну и к сумочке мы тоже с вами вернемся вот она на ножки вот так это все выглядит так накидка здесь она знаете как она гибрид своего рода трансформер это как конверт еще получается сверху мы можем затянуть видите изголовье можно подтянуть чтобы ребенку не задувала шею и соответственно сама накидка очень теплая действительно очень сильно теплая вот смотрите отверстие для того чтобы можно было установить пропустить сюда ремни по моему накидочка просто отличная я сейчас здесь на время не продевать не буду просто прикреплю за бампер приблизительно увидите что она из себя представляет вот собственно вот так это может выглядеть тут у нас и спинка теплая и ножки в тепле накрыли и все мы к зиме готовы к осени к зиме крайне весне когда холодно ребенок не замерзнет кстати что касается колес колеса здесь у нас сзади камерные и спереди камерные поэтому иногда может случиться такое что может быть понадобится подкачать поэтому за этим следите если колеса чуть подспущены а коляска более туго рулится неприятно это не так комфортно водить поэтому подкачали и все будет хорошо так и еще у нас комплекте идет вот такая стильная сумочка которая классно удобно вешается легко снимается вот видите вот такая сумочка для мамы здесь куча кармашка всяких тут можно всякое разное положить так у нас здесь есть перенальник сюда производитель положил два дождевика на прогулку и на люльку и вот такой ремешок на саму сумку чтобы могли на плечо ее одеть сама сумочка достаточно большая тут место навалом и подгузники и баночки с едой поместятся и салфетки и книжка для мамы салфетки все все будет там лежать как надо надо быть нагромождать нигде ничего отлично так принципе по большому счету добавить нечего все что хотел рассказать рассказал подытожу мне коляска понравилось я это вначале вам сказал как еще мне нравится очень похожая на нее коляска от компании baby design husky та имеет чуть больше классический вид эту немножко осовременили добавили коричневую кожу так хром там цвета чуть-чуть она так по молодежи не стала выглядеть не вот поэтому как-то коляска мне нравится husky baby design так и это эспира мне очень понравилось она не потеряла при своем вот этой молодежности классические повадки назовем их так колясок это плавность хода вот эту вот этот ход приятные у коляски вместительность утепленность комплектацию богатую а вот и по надежности как baby design и спира они без вопросов все все нормально надежные крепкие коляски а эти еще и выглядят теперь молодежным поэтому я ее искренне рекомендую если вы для себя что-то подобное ищите обратите на нее внимание можете в первую коляску приехать ребята здесь вам все покажут расскажут продемонстрируют сравните с другими колясками и сделаете соответственно вывод а если не можете приехать привезут две коляски вам домой и дома у себя выберете вот собственно все если вам видео было полезно и интересно ставьте свой царский лайк подписывайтесь на канал и в заключение первой коляске большое спасибо за предоставленную коляску спира на обзор а вам всего доброго до свидания